СОВЕТСКОЙ АРМИИ Стоит отметить, что с фамилией будущего героя все не просто. Еще в Российской империи в 1914 году при оформлении документов чиновник Ашипси вместо литовской фамилии Ваупшас была вписана Ваупшасов. Под ней и прославился Станислав. Помимо активной боевой деятельности на железной дороге, помимо уничтожения вражеских эшелонов живой силы и техники, помимо боев с оккупантами, с полицейскими, Ваупшасов относился к категории тех партизанских командиров, которые считали, что партизанское движение должно быть всенародным. Не движением отдельных групп, отдельных отрядов, а именно широкая массовая борьба. Поэтому большое значение, помимо всего прочего, помимо диверсии, помимо боев с фашистами, он придавал также организации партизанского движения. Он всеми силами, всеми возможностями собирал патриотов, окруженцев, командиров Красной Армии, которые попали в окружение, создавал из них группы, снабжал оружием, отправлял в различные участки Минской области, чтобы они развивали партизанское движение. В марте 42-го Ваупшасов во главе отряда из 32-х человек прошел линию фронта. Достигнув Логойского района Минской области, группа развернула широкомасштабную партизанскую войну. Вскоре, благодаря ярким полководческим способностям своего командира, отряд вырос в крупное соединение численностью в 700 бойцов, которое получило наименование «Местные». Также в оперативном подчинении у Ваупшасова было еще 15 отрядов и несколько диверсионных и подпольных групп. Кроме того, его отряд будет иметь связь с Минским горкомом партии. И после разгрома Минского подполья осенью 1942 года, именно на его базе, его партизанского отряда, будет функционировать Минский подпольный горком партии. Ваупшасов сам войдет в его состав. Отряду Ваупшасов принадлежит множество диверсий в самом Минске, в том числе знаменитый взрыв в столовой СД в Минске, когда погибло большое количество немецких солдат и офицеров. За 28 месяцев борьбы отряд Ваупшасова подорвал 187 гитлеровских эшелонов, уничтожил около 14 тысяч нацистских солдат и офицеров, совершил 57 крупных диверсий. Партизаны спасали советских военнопленных и евреев, наказывали предателей и карателей. Партизанский отряд Ваупшасова постоянно находился в движении. На территории Минской области он действовал по июль 1944 года. После войны Ваупшасов будет задействован на Дальнем Востоке в выявлении сети агентов японской разведки. В начале 50-х годов он сотрудник НКГБ Литовской СССР и сражается с антисоветским подпольем. В 1954 году он выйдет в отставку. Вплоть до самой смерти он скончался в 1976 году. Он будет вести большую патриотическую работу, несмотря на то, что, кажется, он служил 24 года в таком секретном ведомстве, как НКВД, потом НКГБ. Он будет популяризировать деятельность чекистов в годы Великой Отечественной войны. Таких людей, как Станислав Ваупшасов, в мировой истории единицы. Но он является автором трех военно-мемуарных книг о своей службе в органах госбезопасности и участии в партизанском движении в Беларуси.